Итак, что такое криптовалюты в моем сегодняшнем понимании? Во-первых, я вот сразу может... Ну, давайте вначале поговорим, потом вернемся к этой картинке. Итак, что же такое криптовалюты? И откуда это все всплыло? И как это развивается? Куда это идет? А главное, в чем здесь концептуально-методологический смысл всех этих процессов? Ведь колоссальные вообще немыслимые вложения сегодня. Сегодня тысячи криптовалют, чтобы вы понимали. Во-первых, если вам кто-то скажет, он знает сколько, никто не знает. Никто не знает, сколько криптовалют. Они еженедельно, ежемесячно возникают, ежемесячно погибают. Но тысячи криптовалют существуют. Из них около 50% нулевые, абсолютно бездействующие. Но сегодня, скажем, в биткоине уже 42 миллиарда долларов капитализация вот этой системы биткоинов. Но если говорить о очередности, вот на первом месте там биткоин, литкоин, неймкоин, там вот тысячи валют. И сегодня позиция Центрального банка по поводу криптовалют очень любопытная. Вот недавно, значит, выступала Набиулина на форуме вот в Сочи недавнем. И Финополис, да, там проходил такой форум. И вот выдержки такие из ее выступления. Для внедрения криптовалюты в России потребуется более пяти лет. Ну как бы вот отстаем мы там от прогрессивного человечества. Такое было заглавие статьи. А слова Набиулины. Банк России не будет запрещать новые технологии в финансовой сфере, но как регулятор должен думать о рисках, которые с ними связаны. Об этом заявила глава Центрального банка. Есть предположение, что распространение криптовалют способно вызвать снижение курса национальной валюты, деструктивно повлиять на работу банков и прочих финансовых уреждений. Одним словом, дестабилизировать мировую экономику или экономику отдельных стран. То есть как бы вроде бы и будем догонять, и вроде бы как бы чего-то опасаемся. Так вот, вы знаете, уже в процессе подготовки встречи с вами, ну по крайней мере для меня лично, сложилась вот такая концептуально-методологическая картина происходящих процессов. Значит, дело в том, что вот такие глобальные процессы, которые запускаются на мировом уровне, их устойчивость обеспечивается только тогда, когда вы заранее формируете себе какую-то оппозицию. Например, как работают глобалисты. Когда глобалисты работают, собираются там где-то, ну вы всегда знаете, антиглобалистов собираются толпы, да? А что же такое антиглобалисты? Они из всех стран мира приезжают с огромными деньгами, все профинансированы кем-то. Откуда столько народу? И начинаются, сжигают машины, громят магазины и прочее-прочее. А для чего это все делается? Антиглобалисты – это действие, которое финансируется глобалистами. А для чего? А для того, чтобы мы с вами наблюдали все это и говорили, да, ребята, все-таки глобализм – это здорово. Уж лучше глобалисты, чем антиглобалисты. Вот в чем суть решения вот таких защитных мер на глобальном уровне. Или как, допустим, у нас вот даже решаются вопросы точно так же. Посмотрите, где враги, а где друзья, там, кто за что? Сейчас же очень сложно разобраться. И вот я вам покажу на одном примере, как это делается примерно так же. Вот с Исаакиевским собором операция проводится, да? Ну, вроде бы, как бы, ну, для многих, например, для меня тоже такая непонятная операция. Но объект, извините, ну, это достояние всего народа уж однозначно. Церковь отделена от государства, а никогда никакого отношения ни финансового, ни там, ритуального, ну, никогда не имела. Вдруг, значит, передается Исаакиевский собор церкви. Ну, я только тоже удивился. И тут же начинается протест. А кто этот протест возглавляет? А это наша либеральная, по сути, антироссийская общественность. И что дальше? Если они выступают против передачи Исаакиевского собора, то я что, пойду их поддерживать, что ли? Да не пойду. Вот так работают схемы глобального управления. Мне хотелось, чтобы вы их распознавали тоже, чтобы понимали. Как прикрывают такие крупные операции по передаче церкви? Да только через тех, кто является, ну, вот такой оппозицией жесткой, кто разносит в хлам нашу государственность. А они и закрывают эти операции. Потому что ни один разумный человек не пойдет поддерживать вот тех, кто организовал эти протесты. Вот и вздулось все, естественно. И теперь о криптовалютах. Да, банкиры чувствуют, что вот все то, что происходило и происходит, что народ сейчас, извините, грамотный, он проанализировал и царские времена, и Аристотеля, и Пушкина, и нынешнюю действительность, и прибыль банков в 16-м году. Он понимает, что что-то не то. И так ведь во всем мире. Так во всем мире происходит. И тогда, на мой взгляд, это операция глобальных финансовых структур. Когда запускается так называемая альтернативная система банковская. И вот Набиулина тоже говорит, что да, вот теперь, видите, создается новая система. И нам против нее сложно. Это вот тенденции такие. А для чего же тогда делается? А это делается для того, чтобы абсолютно дискредитировать вот эту альтернативу. И потом сказать, ну видите, ну хотели же изменить. Ну да, вот с банками что-то, конечно, там не так. Но попытались же сделать другое. Сделать полностью децентрализованное. Там же в криптовалютах нет никакого начальства. Каждый сам по себе. И это вот такая глобальная операция, прикрытие, организованное глобальными финансистами. Ну это, конечно, мое личное мнение, мое личное обеждение. Исходя из опыта таких глобальных операций, которые проводились всегда. И проводятся всюду. Начиная от Исаакиевского собора и кончая другими вопросами. То есть, создай себе врага оппозицию. Вот смотрите, они отбирают у нас власть. Бедные несчастные банкиры. Они все больше и больше рынок завоевывают. Да кто им позволил бы, если бы они не нужны были бы. Вот глобальные финансы в этой системе. А почему эта система абсолютно бесперспективна? Потому что деньги, по своему определению, это прежде всего мера стоимости. Это единица измерения экономических величин. Я не знаю, какие здесь слова подобрать попроще. Но это все просто. Допустим, вы хотите в механике что-то делать. Вам надо знать вес, надо знать длину. Но чтобы вес-то знать, его же в чем-то надо измерять. Вы же не можете просто сказать, ну, у меня вот в этих шариках, как вы сравните. Или вы хотите в механике делать какие-то детали, чтобы они потом одна в другую влезали. Так что для этого нужно? Нужна единица измерения. Она выбирается абсолютно условно. Вот договорились. Ага, длину будем измерять в метрах. Ну, начиналось с чего? Ну, пусть метр будет вот таким. Ну, а давайте таким. Ну, а давайте вот таким. Ну, давайте таким. Это абсолютно без разницы. Но нужна какая-то единица измерения. Надо договориться всем вместе. Что единицей длины будет вот отрезок от этой риски до этой. А потом есть система метрологического обеспечения, которая обеспечивает единство всех мер по всей стране. Так если мы говорим, что экономика – это наука, а наука начинается только тогда, когда начинают измерять. Так а в чем мы измеряем-то? Нужна единица измерения экономических величин. В чем вы можете сравнивать стоимость вот этого и вот этого, да? Ну, в чем угодно. Ну, хоть в попугаях. Пусть это будет один попугай, а это два попугая. Ну, надо чем-то измерять. А у нас нет этой единицы. Может, кто-то мне скажет, что такое рубль? Ничего подобного. Это вам завтра объявят по телевидению. Как он соотносится с долларом. Представьте, что у нас в механике. Ну, есть метр и есть дюйм, да? И есть фут. И вот мы, значит, на бирже там определили. И утром вам говорят. Ну, сегодня у нас метр столько-то там футов и столько-то, значит, аршин. А завтра вам говорят. А вот килограмм к фунту сегодня вот так. А что такое килограмм? Да вы приходите на рынок, а там у каждого своя гиря. Так вот у нас в экономике сегодня так. Каждый день вам единицу измерения экономических величин дают новую. А может быть, биткоин решает эту главную задачу? Ничего подобного. Даже близко нет. В истории человечества всегда хотя бы какая-то товарная привязка была. То, значит, в шкурках, то в ракушках, то, значит, в золоте, то в металлах, то в зерне там. Но в чем-то всегда измеряли. Никогда не было. С 1973 года только, с 1973 года впервые. Есть доллар, есть евро, есть рубль. А что такое доллар? Нигде не написано. Поэтому и нет такой экономики. И, к сожалению, вот эту самую базовую задачу стать единицей измерения, вот тем метром в экономике, которым вы будете измерять каждую деталь. Вот тубаретка, вот микрофон, вот это. Это 7 сантиметров, это 20, это 25, там, так сказать, ну, своих вот этих самых экономических, да. Но это должно... В чем сегодня можно измерять? В киловатт-часах электроэнергии, да, можно, допустим. Потому что, как вы сравните с той буханки хлеба и кирпича, ну, там просто очевидно, сразу видно, сколько энергии куда вложено. И любой товар, который вы сегодня возьмете, он всегда производится только тогда, когда в него вкладывается энергия. Вот. А биткоин, наоборот, он настолько неустойчив, и все вот эти криптовалюты настолько неустойчивы, что такой неустойчивости не было никогда за всю историю существования человечества. То есть, это полная профанация идеи денег как таковых. А тем не менее, в России сегодня говорится о том, что, да, вот это, видите, Банк России не будет запрещать новые технологии в финансовой сфере. Ничего себе! Это финансовая, это сфера. Вот давайте посмотрим теперь на этот график биткоина. Вот здесь он нарисован, да. Вот 2011 год, значит, а вот теперь 2017 год. Вы посмотрите, это что такое биткоин-то? Это его стоимость в долларах, да. Он может меняться за ночь там в два раза, допустим. Ну, это что? Единица измерения? Так это то, что было вчера или то, что стало сегодня? Ну, извините. Это, да, это интересная такая площадка, в казино тоже можно сходить, да, там попробовать, там что-то покатать. Но это же никакого отношения к деньгам вообще не имеет. Это же нельзя относить к деньгам. А почему же тогда финансисты говорят, они бы сказали, что, ребята, открылось новое казино. Хотите, поиграйте там. Но как работает казино и как работают криптовалюты? Когда запускается какой-то команда, вы что думаете, случайно, вот сидели-сидели, и вдруг раз, криптовалюта упала с неба. Это же просто, что такое криптовалюта? Да это вот тот самый код, который вы перечисляете сейчас, любой из вас элементарно, со своей карточки, да, на карточку своей жены, да, в таком самом лучшем варианте берем ситуацию. Вот, значит, что происходит? Да происходит то же самое, что с биткоинами. Формируется некая криптографическая запись, которую никто не может расшифровать. И в соответствии с этой криптографической записью вдруг отсюда деньги исчезают, а там они появляются. Но они здесь проходят просто через оператора, который там все это проверяет, контролирует. А здесь тоже поделки-то не так просты, потому что контролирует вся система. Но это же та же самая операция. А что такое производство биткоинов сегодня? Это вот так называемый майнинг. И все сегодня молодежь, вся уличина, как бы нам заработать? Ну, ребята, неужели вы не понимаете, что вас разводят? Потому что когда эта команда сформировалась, они намайнили эти биткоины, да, то есть это создается сеть компьютерная, мощная, которая формирует эти, значит, криптографические записи определенные, там, прочее, прочее, и формируется биткоин. Для того, чтобы воспроизвести этот биткоин, нужны колоссальные мощности электроэнергии и прочего, прочего, прочего. И вот люди начинают майнить. И вот они майнят, майнят, значит, все это уходит вверх, вверх, вверх. А потом на определенном этапе, вот посмотрите, как здесь такой идет спад вдруг, да? Это на языке тех, кто занимается этими делами, кто создает финансовые пирамиды, это называется закинуть невод. То есть они закидывают невод, начинается рост, 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 народ, смотрите, как растет, надо бежать, надо бежать. И, значит, как только невод наполняется, они посчитали, ого, хорошо, уже там пошло, да? Тогда они понимают, что теперь можно уже эти денежки собрать, которые принесли. И когда они вышли на максимальную скорость набора этих биткоинов, да, к примеру, о биткоине речи не ведем, потому что это ведущая валюта, на биткоин меняются все остальные, вот. То они потихонечку начинают свои биткоины по этой цене долларовые уже сливать. То есть, но этот слив они делают незаметно. Ну, правда, видите там печок? Это они уже сливались частично, наверное. Вот, но чтобы не допустить провала, они потихоньку свои уводят, а набегает-то в неводочек все больше-больше народу, и они успевают закрывать их дыры. Потом они все свои денежки убирают, а они держат там всегда, чтобы управлять пузырем, надо иметь там, ну, я не знаю, там, не занимался математикой. Я думаю, что там Мавроди точно консультирует эти структуры тоже, вот. И, значит, и получается, что на определенном этапе они все денежки эти снимают, но вложили-то они по одному доллару, а сняли-то уже по три тысячи долларов в это время ценник-то был. Ну, я условно там называю цифры. А когда они все деньги сняли, то потом кто-то еще попытался продать, а покупать-то уже некому. И что тогда получается? И тогда все это сдувается, обнуляется. Поэтому, вот давайте посмотрим на кривую биткоина, она жирным шрифтом у нас нарисована. Это история биткоина по годам от 11 до 17 года, да? Ну вот. А вот желтенькая кривая – это усредненная кривая всех стандартных мировых финансовых пузырей. Вот все финансовые пузыри, они всегда развиваются по одним законам. От Мавроди до всех других. Вот усредненная. И посмотрите тогда на кривую биткоина, и посмотрите на усредненную кривую классического финансового пузыря. Чем они отличаются? Найдите два отличия. Ну, да, есть там что-то можно найти. Но тенденции, они абсолютно ничем не отличаются. И вот не понимать это, почему же это происходит, да, еще раз говорю, что я в конечном счете, вот и благодаря вам в том числе, так вот поразмышлял, и я пришел к выводу, что это глобальная операция финансового мира глобального. Они ищут себе защиту. Они хотят сказать, что любая альтернатива нам, она, видите, оказалась еще хуже. Поэтому как-то у меня спрашивали перспективу биткоина, но это, по крайней мере, не десятилетие. Это уж точно годы. На мой взгляд, судя по этой кривой, там ее как-то можно, наверное, ею манипулировать, там, ну, видите, там еще возможны такие временные скачки. Но тенденция, она абсолютно очевидна.